Время, которое мы подвезли до поселка, рассказала, что месяц не могла попасть домой. Накануне захвата поселка она уехала на работу и вернуться обратно из-за боев не смогла. Оставшиеся в оккупации люди с трудом возвращаются к мирной жизни. Процветавшее повально пьянство и мародерство среди карателей оставило свой след в Нижней Крынке. В одном из домов киевские каратели оборудовали подобие штаба. Сейчас там жить невозможно. Да и саперы, проверявшие дом, сказали, пока туда не ходить. Там, оказывается, установлены растяжки. Заходим в этот дом и ужасаемся тому свинству, которое развели украинские военные. Прошло всего несколько дней после того, как армия Новороссия освободила Нижнюю Крымку. Жители поселка с содроганием вспоминают те дни, когда они были в оккупации. Отошедшие украинские каратели оставили после себя руины, заминированные дома. Люди около месяца боялись выходить из подвалов. Здесь нет света. В общем-то, сейчас мы находимся в доме, где каратели базировались. Жить здесь сейчас уже невозможно. Невозможно жить в этом доме по двум причинам. Во-первых, все разбито вандалами, по-другому этих людей не назовешь. А во-вторых, отходя, они расставили по дому растяжки. Потому, пока здесь не отработают саперы, находиться здесь невозможно. Интересно, что украинские военные после входа в село первым делом разграбили местный магазин. Оттуда вынесли все спиртное и еду. Видимо, последнее использовалось в качестве закуски. Ну, собственно, и любимая еда украинских националистов. Еще они, судя по всему, и браконьерствовали. По всей видимости, украинскую армию настолько плохо снабжают провиантом, что им даже приходится браконьерничать. Вот, собственно, орудие, при помощи которого они добывали себе еду. Обыкновенная электроудочка. Серьезно пострадали и дворы частных домов. Там, оказалось, украинские танкисты размещали свою технику. Убегая от армии Новороссии, украинские каратели дошли даже до того, что минировали огороды жителей поселка. Ну, в общем-то, сейчас наблюдаем подобную мину, сделанную из подручных средств. Это именно заминировано? Да, четко минируют. Рассказывают люди здесь и более страшную историю. В соседнем поселке Комунар пропала 14-летняя девочка. Ее якобы пустили по кругу, то есть изнасиловали. Она не найдена до сих пор. Ну, зайдите там, просто заснимите, как надо. И надо никуда поворачиваться. Дело в том, что, Алиш, когда жили, нас тут не было. Мы в отпуске были. То есть вы уехали, да, отсюда? Да, мы уехали, они сами взломали, нету ни телевизора. В баре было 7 бутылок шампанского, бутылка коньяка. Ну, это меня на работе поздравляют, девчата. И нас просто никто не пьет, ни я, ни муж. И мы это оставим. Ну, вот это уже третья, я вынесла на огород мусор. Ну, ни в чем себя не отказывали. Нету ни ложек, ни сковородок, ни выключателей. Ну, ничего нету. Просто один какой-то ужас. Все побито, все по харпам. А до этого вы приехали сюда? Мы приехали вчера. Сюда же не пропускали боевые действия, что нас в Енакево сюда не пропускали, через дом. Вы в Енакево были, да? Были в Енакево у родителей. Конечно. Сойдите, смотрите. Ну, вот еще у него. Ты не идешь, смотришь. Это кровати наши. Это пробираем. Надо возвращаться домой. А до этого я. А в доме вот не курю. А в доме ее убедите, что. Ну, тут уже мы половину полу кидали. Проходите, проходите. Тут уже мы половину тут вот такой было. Половину полу кидали. Жили, они в чем себе не отказывали, да? Ну, понимаете, что такое? Еще раз вам скажу. Проблемы были, заговорили за все. Сняла деньги. Какие-то собрали с дедом. Дед парализован, не сегодня, не завтра. Пойдете, забили маму. Заглинила дверь, да? Нет, просто забили, чтобы не лазили. Тут же сошли мародеры. Кату, пойдем? Да, да, понятно. Упорка была, что было, все. С подвала. Вот у пиля все мои валяются там. Они лиховались там, не лиховались. Желтая стоит. Красивая. Сюда пришли, вот тут вот встал танк. Они начали стрелять. Мы просидели в подвале весь день и всю ночь. Это 16-го какого месяца? Это сентября. Сейчас какой? Сентября. Агуст, значит. Это было 16-го числа. 17-го утра мы уехали на коммунар. Просидели до 19-го там в подвалах. Там родители были все, потому что мы здесь были вдвоем только. И 19-го мы уехали. Сегодня только... Вот, только заехали при вас. Неподалеку от брошенного блокпоста, размещавшегося посреди поселка, находим могилу расстрелянных пятерых ополченцев. Их, как рассказывают люди, демонстративно расстреляли прямо на блокпосту, на глазах у всех. На непонятную палку, воткнутую нацистами в могилу, видимо в качестве креста, водрузили надпись. Они погибли за ложь Путина. Под надписью имеются и фамилии погибших ребят. Но несмотря ни на что, люди сейчас пытаются вернуться к мирной жизни. И всячески стараются навести порядок в своих раскуроченных домах с пустыми глазницами вместо окон.